Сто гибели сотрудника ФСБ сегодня несли живые цветы. Ближе к вечеру пришло сообщение о том, что скончался еще один тяжелый раненый. Он помогал выводить людей из-под обстрела. Пятеро раненых остаются в больнице. Повышенные меры безопасности в районе сохраняются, но оцепление, выставленное в день инцидента со стрельбой, уже снято. Подробности того, что произошло на Лубянке по горячим следам, еще накануне нам рассказали очевидцы. По их словам, стрелявший вел себя не совсем адекватно. Это был человек, который постоянно менял рожки автомата и постоянно стрелял по сторонам. Один человек стрелял? Да, мы видели одного. Рядом с местом происшествия несколько ресторанов. Надо отдать должное и их сотрудникам. Они не допустили паники. В здании кафе особой паники не было. Всех попросили отойти, спрятаться за колонны, за какие-то ограждения. Стрелявший был уничтожен ответным огнем спецслужб. Еще ночью в интернете появилась информация, которую позже подтвердили в следственном комитете. Убийца 39-летний Евгений Манюров. Соседи по спальному району Подольска, где он жил, говорили лишь то, что общались с ним редко. Тихий, спокойный, такой обособленный. Убийца был холост, нелюдим, пытался заниматься бизнесом, но дело не пошло. Жил все время только с бабушкой и мамой. С ней удалось пообщаться с журналистом, прежде чем она закрылась в своей квартире. Я ничего не знала. Я только за просто ничего не сказала. Отец ушел из семьи сразу после рождения сына и его воспитанием, судя по словам дяди, никогда не занимался. К нам он не приезжал, так по телефону общался. Замкнутый человек, вроде он в чопах работал. Появившуюся в интернете информацию о том, что якобы Манюров охранял посольство Саудовской Аравии, там категорически опровергли. Он, никогда не служивший в армии, несколько лет назад увлекся стрельбой. И даже в прошлом месяце занял третье место на соревнованиях одного из московских стрелковых клубов ДОСААФ. Вот в интернете появляется, что он там где-то третье место занял. Он занял, мы разобрались, третье место из трех человек в небольшом клубном матче, который проводился в этом клубе на Поклонной горе. Этот человек не являлся членом Федерации практической стрельбы России. Прям я особенно хочу это дело подчеркнуть. Все члены Стрелковой Федерации обязаны периодически проходить психологические тесты. То, что Манюров в Федерации не числился, говорит о том, что свежей справки из психдиспансера у него могло не быть. Тем не менее, в его квартире были обнаружены несколько карабинов. Официальной информации, были ли они зарегистрированы, нет. Но, судя по фотографиям из интернета, в центр Москвы Евгений Манюров поехал лишь с одним из них, карабином «Сайган», рукоятку которого убийца, что многое говорит о нем, прилепил новогоднюю наклейку. Антон.